Вы смотрите новости седьмого канала и мы продолжаем выпуск. Новый год приближается и в нашем городе готовятся его встретить, провести праздничные дни. В разных районах Красноярска уже выстраиваются ледовые городки, новогодние елки, а веселые утренники и подарки ждут маленьких горожан. Подробнее о том, какие новогодние мероприятия пройдут в Красноярске, расскажет Ксения Гречихина. Кропотливую, а главное холодную работу выполняют сейчас художники, чтобы подарить сказку красноярцам. Ледовые городки строят во всех районах города. Горки там будут как для самых маленьких ребятишек, так и для взрослых. Ледовые градостроители работают в самый суровый сибирский мороз, но не жалуются, для них работа в радость. Ну, в сибирский мороз немножко тяжело, когда 40 градусов-то и инструмент отказывает, имею в виду пила, и в принципе холодно, а так особой сложности нет, работа привычная. Ну, инструмент надо поточить. Если горка высокая, это вот на леса лазить, это вот самые большие сложности, а сама работа, она, знаете, в удовольствии. Все новогодние площадки в этом году будут организованы в стиле сказок Пушкина. Так главную елку на острове Татышев будет зажигать золотая рыбка, а в центральном районе красноярцев ждет огромная голова Черномора. А вот в советскому району выпала сказка о царе Салтане. В сквере космонавтов у горожан встретит раскрытая книга и 33 богатыря, выходящие из волн в ледовом исполнении. Все наши горки посвящены именно этой сказке о царе Салтане, и поэтому у нас здесь будут и, скажем, горка молодого князя Гведона, и три девицы под окном обязательно будут возле горки. Всего в городе будет 8 ледовых городков и 9 новогодних елок. Начнутся праздничные мероприятия по районам уже 25 декабря и завершит марафон открытия елок 28 декабря, главный из них на острове Татышев. Праздничная атмосфера будет царить и на набережных города. Это галерея арт-елок, где украшения вместо игрушек станут картины известных художников. Конкурс «Волшебный лед Сибири» спустя два года вернется, а взамен ярким берегам запустят теплые вечера. Теплые вечера, да, это проект атмосферный. Нам очень хочется, чтобы и на открытом пространстве города создавалась новогодняя атмосфера, звучали новогодние песни, новогодняя музыка, поздравления, вот этот обмен энергии с красноярскими артистами. Поэтому каждую субботу с 17 до 19 часов, начиная с 23 декабря и завершая 20 января, на теплые вечера мы приглашаем всех красноярцев. Не обойдет стороной праздник и маленьких красноярцев во всех дворцах культуры города пройдут утренники. Отличившиеся в учебе или общественной жизни ученики начальной школы смогут побывать на елке главы города. Это будет не просто театральная постановка, а интерактив. Участниками станут сами школьники. Новогодние подарки получат почти 75 тысяч ребят. Подарок у нас вот такой. Красивая кукла-снегурочка, в которую упакован сладкий подарок, набор шоколадных конфет. Но это еще не все. В дополнение к подарку является вот такая раскраска. Раскраска непростая, раскраска интерактивная. Еще несколько сюрпризов от города. Это бой курантов на городских часах в новогоднюю ночь и праздничный фейерверк на открытии городской елки. Ксения Гречихина, Данил Дубенко, 7 канал. Ксения Гречихина, Данил Дубенко, 8 канал.